Хочется напиться. Пока я тут распаковываю, что мне пришло. Это жизнь. Всем привет, меня зовут Катя Клэп. И сегодня на моем канале видео Утилизация стресса. И это не то видео, которое я вам обещала, и которое так и не вышло. Хотя ситуация с ним меня вдохновила на этот видос. То видео я смотирую чуть позже, потому что проблема монтажа случилась колоссальная. Я потеряла всю сделанную работу, потому что у моей программы Premier Pro было включено автосохранение, потому что обновление слишком галимое. Программа вылетала, я заходила в автосохранение, по какой-то причине там не было проекта. И я решила, что если гора не идет к Магомеду, то Магомед пойдет к другой горе и снимет об этом видео другое. И я стала по пунктам записывать, что меня вокруг очень тревожит, не из какого-то там личного, какого-то глобального, но то, что я могу изменить. Мусор, неразобранные вещи, недоделанные дела. Ну а для тех, кто переживает за предыдущий ролик, я сейчас хочу восстановиться и сделать его заново. Прежде чем я вам зачитаю свои дела, знаете что, включим-ка аромамасло. Масло? Будем дышать чем-то расслабляющим. А не вот этим вот всем. У меня тут есть всякие баночки. Кстати, давайте вот апельсином. Мне всегда этот запах поднимает настроение. Видите, стручка пошла. Я выписала все планы, мне так удобнее всего. Первый пока еще под вопросом. Я вроде как-то расслабилась и не особо мне нужно сейчас красить волосы. Мне нравится оттенок моих волос. У меня такой сейчас приглушенный розовый. Разобрать пиар посылки. Тут, кстати, подарочки есть, естественно. Косметоз всякий. Тут у меня покупки из Японии, которые ждут все еще своего холла. Если вы хотите увидеть, что я все-таки купила в Японии, напишите внизу и, пожалуйста, в комментариях и поставьте лайк этому ролику. Тогда я пойму, что вам все еще это интересно, все новое, нераспакованное ждет. Это проблема блогерства. Это моя такая фаза сумасшествия. Ребят, смотрите. Короче, что здесь у меня? Мне подарили очки, как у Карди Би с ее альбома Invasion of Privacy. Прикиньте. Типа, смотрите. Эксклюзивчик. Это винил Марины. И вы знаете, как я сейчас буду разбирать все. И это будет мой антистресс. Паник Эдзе Диска мне подарили. Просто офигенская футболка. Смьюз. New Retro Wave. Все дела. Tokyo. Футболка. На самом деле, в комнате уже ощущается очень просторно. Там все еще напихана хрень. Но делаем вид, что мы этого не видим. На сегодня у нас в фонах не было это разбирать. А так как у меня дальше стоит вообще в целом заняться своим кабинетом и ремонт, я буду разбирать все здесь, чтобы наконец-то довели до ума эту комнату. И это тоже, что меня безумно бесит, то, что мой кабинет стал очень неаккуратным, потому что дерево сжелтеет. Плюс еще, конечно, здесь недоделан ремонт. Стоит только, в принципе, сама консоль, или как это называется. Но это уже будет другое видео. Зато сегодня я напишу план ремонта. Разобрать косметический набор и заменить косметичку. Сейчас я, пожалуй, займусь своей косметичкой, потому что буду хранить в ней всякие, знаете, шампуни в поездку. А эту я заменю на вот такую вот. Пришла с Алика. Очень даже симпатичная. По-моему, рублей 200 стоило. Ну, а сюда я закреплю свои заколки для макияжа. Вообще, никогда не думала, что такие отсеки мне понадобятся когда-либо. Конечно, через какое-то время здесь будет кавардак, но, знаете, она выглядит вместительнее. Еще я встала на косметический уголок очень даже аккуратно. Убрать новую одежду. Пока я тут распаковываю, что мне пришло, расскажу вам еще, почему я заказала вещи. Потому что у меня случилась гениальная история. Я периодически выкидываю вещи, которые уже совсем в непотребном состоянии. Прям плохо. Даже кому-то отдавать стыдно. И радуюсь, типа, о, как хорошо освобождаю место для новых классных вещей, ярких, интересных, модных, в трендах. Вот только до меня недавно доперло, что чаще всего я выбрасываю вещи базовые, потому что их чаще всего ношу, и они быстрее изнашиваются. А на их место покупаю что-то яркое и острое, естественно, которое вот нужно на сезон. И в итоге у меня начался стресс, потому что каждый раз, когда я заходила в гардероб, у меня просто было ощущение, типа, блин, база-то нет с чем мешать все это. С пяточки сейчас песочек стряхну. Чисто try on haul. Best... Фу, сколько говно анализма. Best fashion blogger ever. Льняная черная майка. Супер, люблю, обожаю стиль. А вот теперь уже черное платье. Оно немного прозрачное, но я думаю, что это не страшно. Это, конечно, на стороне более таких, знаете, экстравагантных вещей. Коричневая. Джинсовка. Казуальный цвет. Какая она приятная. Я обожаю водолазки в рубчике. Это вам не ваши фэшонисты с в инстаграме. Это жизнь. Это толстовка. И она достаточно большая. Ребята, у меня даже обычных сумок не осталось. Они все просто расслоились на все уровни кожзама, которые могли. Типа в школе у меня слоеные пирожки не так выглядели, как сумочки, какими они стали. Вы готовы? Вам, наверное, она не понравится. Ой, приятная какая. Еще мне нравится звук. Босоножки. Что у нас тут? Вы даже себе представить не можете, как долго я искала вот такую вот модель. Просто пипец. Это моя любимая самая кедовая обувь. Вот такая форма. Осталось немного. Это джинсовка. Она такая приятная. Не слишком твердая. Плотная, естественно, джинса, но она очень мягкая. Это должны быть просто базовые белые шорты с очень красивым ремешком. Фух, теперь у меня есть больше базовых вещей, с чем миксовать. Вообще, я в восторге от этой джинсовки. Это пипец какой-то. Меньше стресса в гардеробе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мы сейчас сделаем небольшую остановочку перед тем, как доехать до врача. И мама побежала мне прям под ливень что-нибудь купить для живота. Типа, знаете, чтобы восстановить после антибиотика. второй день мучаюсь с животом. Я не знаю. Еще из-за смены погоды башка трещит. Мне 70. Вот они, коктейли для взрослых. Обдристено все. Мы въезжаем в рай. А там опять ужас. Офигеть! Возьму на сегодня креветочки обжарить. А он какой-то не хрустящий. Возьмем хумус. Если хотите правильно расходовать еду, то не покупайте уже фасованный. Покупайте именно столько, сколько вам нужно, чтобы ничего не сгнивало и не пропадало. А еще, короче, чтобы много не набирать в магазинах, лучше всего ходить на сытый желудок. Возьмем два огурчика. И у меня с собой сумочка, чтобы меньше пользоваться пакетами. Я себя к этому приучаю и перестраиваю. Вот так вот. Шакс без пакетика. Вот это неожиданный переход, да? Все приятно. Я намазала себе волосы краской. Так как этот процесс я вам уже уверенно показала в инстаграме, решила ему не уделять время здесь. Заодно нанесла глиняную маску на лицо. И так как я не захотела засрать одежду, пришлось достать свою любимую пижаму. Кошмар. Сюда я приехала, чтобы забрать все гарантийный вот этот талон на камеру, который у меня поломался тем, что битый пиксель. И также у меня сняли уже всю мебель со стен, передвинули все, перенесли вещи в моем кабинете. Это значит, что сегодня-завтра начнут покраску там, ну то есть преображение стен. Не буду говорить подробно. Поэтому здесь я представлена самой себе. Это практически мой кабинет. А еще у меня на руке куча всяких сводчей, помад жидких, потому что я здесь нашла их. Видите, хлам ее уже насобирала. Так как у меня здесь остался мой старый комод со старой косметикой, я решила взять некоторые из жидких помад, и вообще те, которые мне безумно нравились, и проверяю сейчас на аллергическую реакцию, не стухли ли они, все ли с ними ок. Поэтому я сейчас их поношу и пойму, есть ли вообще какой-то след нехороший на руке. Самое обидное, что у меня есть такие тенюшки, в первых местах. Если там есть, предположим, какая-нибудь, типа, не знаю, вода, силикон, что-то такое косметическое, что можно купить и добавить, я их обратно приведу в жизнь и в норму. На первом месте вода. Добавим совсем чуточку. Посмотрим, схватится она потом или нет. Ну, вроде ничего. Ну что, вот такой вот у меня получился образ, и я очень рада, что решила покрасить все-таки волосы и перенакрасилась и оделась даже в другую. У меня сейчас это прям, знаете, какое-то эстетическое удовольствие. Причем вот эту помаду я раньше редко носила, очень редко, а сейчас вот достала из старых закромов и мне она нравится. Меня прям, знаете, расслабило. Мне кажется, даже что у меня голос стал такой спокойный. Единственное, что у меня живот просто бурлит, я очень хочу есть. Периодически, когда я заезжаю сюда, я оставляю продукты, которые, знаете, не скоро портящиеся. Иногда могу оставить только верхнюю секцию работать или только морозилку. Если я что-то недоедаю и оставляю на долгое время, я не выкидываю, а кидаю в морозилку. Типа, знаете, вот сегодня я купила всякие капусточки и вот в такие пакеты можно положить котлетки недоеденные, пюрешечку. Так что сейчас я врубила только верхнюю часть холодильника, она работает, все свеженькое будет. Холодильник все тот же, крутятки от Hotpoint. К сожалению, на камере кажется, что остробит. Специфика камер. У меня включен Active Oxygen, а это значит, что все продукты будут максимально свежими. У меня все разделено на различные две секции. С помидорами и яблоками я обычно храню авокадо, которые жутко твердые, так как помидоры и яблоки выделяют газ, по-моему, называется этилен. Благодаря нему все начинает слишком быстро спеть. А эти ребята нуждаются в дополнительных вкусовых свойствах, они немножко все дубовенькие, да? Помидорка работай, хотя я сейчас тебя сожру. Капусточка, видите, я все достаю обычно из упаковки и стараюсь даже покупать типа поштучно какие-то продукты, чтобы меньше пластика использовать, чтобы все дышало, не задыхалось, естественно. Конечно, сам холодильник еще тоже работает над тем, чтобы обогащать пот. Видите? Говорит, закрой, Катя, холодильник. Трэндиш. Самая офигенная функция этого холодильника в том, что там есть озон. То есть, предположим, если вы боитесь, что какие-то продукты будут несвежими или запахи, то есть какая-то жареная рыба будет стоять, плюс то, что там есть отдельная секция для всего, включаешь этот озон и ничего не пахнет. Пахнет, знаете, как после грозы или когда статическое электричество происходит, то есть такой разряд, и ты открываешь холодильник, просто стерильный запах. Эта функция помогает наполнить саму камеру холодильника молекулами озона, что вообще убивает полностью весь запах. Также сохраняет свежесть продуктов, то есть они не так быстро портятся. Ну и, конечно же, самое главное, не заталкивать до хренища всего, а действительно вести учет того, что вы едите и не расточнествовать. Потому что я понимаю, тогда я съездила с Hot Point в Лондон и пообщалась с Джейми Ольвером. Если хотите посмотреть ролик, ссылку внизу оставлю в описании, там подняли проблему, что есть Food Waste, еда, которую люди оставляют после там ужина, обеда и выкидывают. Или, предположим, не израсходуют полностью там какой-то овощ, половину выкидывают, потому что ненадобность. У нас в России и вообще в странах СНГ я понимаю, что не так много продуктов, возможности реально расточительствовать. Но проблема в том, что мы иногда закупаемся в пачках какие-то посованные штуки, и действительно они выходят из строя. Так как, например, у нас реально была проблема, что мы покупали крупу, как знаете, типа, о, по скидке. Она же всегда пригодится. Вот только у крупы даже у нее есть срок годности. И сказать вам, что я парочку раз плакала из-за того, что употребила огромное количество насекомых в своем рисе, в гречке. У меня реально от этого вот депрессия была. Если вы очень придирчивы в еде и не можете из-за того, что вот у вас есть, сообразить какой-то обед, то тогда придумывайте себе, что очень интересно, что вы хотите есть там в течение недели, может быть, нескольких дней, записывайте рецепт и покупайте определенное количество продуктов. Потому что лично я и так, и так могу существовать. Поэтому фудвейст это не только, знаете, проблема богатых, которые вот не доедают. А это еще и проблема, когда ты думаешь, что лучше всего сохранить, купить на скидке, поставить. Оно стоит до плохих или лучших времен, а потом случаются проблемы. Я попыталась вам вкратце рассказать о том, что меня научили тогда в Лондоне, но если вы хотите реально вдохновиться тем, как организовывать не только там свою косметичку, но и свой холодильник, как правильно заботиться о продуктах, экономить, самое главное, быть здоровым, то я оставлю ссылку на статью с текстом, где почитаете от Джейми Оливера всякие там рецептики, советы, чему я очень часто прислушиваюсь, когда хожу по магазинам и когда готовлю. И так как у каждого продукта есть своя секция, здесь еще есть отдельная для разморозки, что очень круто. То есть у меня креветки не валяются и не воняют в комнате, а лежат в холодильнике. Здесь еще так смешно называется chill mode. Короче, мои креветки чилят тут. А это значит, что я уже сейчас их смогу ошпарить, приготовить и сделать прекрасный салат. И никакого запаха вообще у меня даже руки не пахнут. Серьезно не пахнут. Поэтому, если вы думаете заменить своего холодного, пахнущего друга на что-то действительно хорошее, то есть приятная акция. До 28 июля Hotpoint проводит такую историю, что вы можете купить водовую технику No Frost Hotpoint и при этом у вас будет гарантированный приз сертификат на покупку чемоданов. И сейчас будет боль, потому что я вам расскажу историю, почему меня это коробит, но, ребята, по окончанию акции будет супер розыгрыш. Розыгрыш поездки в Италию для всей семьи. Подробную информацию вы найдете внизу в описании, так что чекайте, используйте свою возможность. А мне уже сейчас стало обидно. Серьезно, потому что у нас уже дома мем. Мы не можем какой месяц спланировать отпуск в Италию. Холодильник у меня правда уже есть. Это серьезно мем. Потому что мы сначала планировали с друзьями поехать, потом это не получилось, потом проблема суды, потом еще что-то. Я даже продумала целый маршрут, рассчитала все денежные средства, все сделала, вдохновилась, даже сумочку для поездки купила, ребята. То есть все очень серьезно. И каждый раз все обрубалось. Боль, печаль, пипец, где моя пицца? Хочется напиться. Знаете, да, вот сказала вам про акцию, а теперь как бы боль души. Потому что хрен, когда я поеду сейчас, по-моему, в Италию. А теперь давайте наконец-таки пожрем. Причем, смотрите, креветки пролежали несколько часов, и они были полностью замороженными, но при этом они холодные. Еще остались, знаете, такие небольшие, сохраняющие свежесть продукта льдиночки. Давайте сварим креветосы. Пускай немножко остынут. Пока креветосы остывают, я сделаю сметану-соус, что я, в принципе, делаю очень часто. Я покупаю сметану, добавляю туда сушеный чеснок и черный перец молотый. Но сейчас у меня появилась идея, так как я очень люблю песто, его все-таки купила. А что если смешать? Хотя давайте тест. Вилочку песто, желудку сметаны, повар кто? Вот такой вот сушеный чеснок. Вкусно пахнет. Просто я хочу из этого ванну. Берем ножик и прям по спинке прорезаем, потому что там находится пищеварительный тракт, скажем так. И внутри вы можете заметить вот такие вот черные штучки. Именно поэтому в ресторанах они обычно вот так вот выглядят, креветки, то есть раскрытыми. Вот это все вымывается, это их еда. Я в целом люблю готовить, знаете, с деревянными какими-то предметами, с сопутствующими. А лопаточка деревянная, такие вещи очень тяжело контролировать, переворачивать. Поэтому, как азиаты прописали, гениально, ничего не обжигает и можно прям кайфовать от процесса. И сухой чесночок. Пахнет пипец. Типа, знаете, цезарь с креветками. Они, блин, три дохлые какие-то креветули. Сам себе пока не приготовишь, никто тебя не полюбит. Пока обсасывал кружку, вспомнила совет Джейми Ольвера. У меня багет есть. Эти остатки маслица с чесночком. Сейчас мы покрушим багет, поджарим и сделаем гряночки. И так можно делать, кстати, с любым черстым хлебом. Все, до единой крошечки кидаем на сковородку. Давайте, любимые! Прекрасный салат, накидываю гряночки. Я очень боюсь это все уронить, потому что это пахнет потрясающе. И на самом деле здесь один огурец, ну, считай, два помидора, креветки. Окажется, что просто огромная чаша, потому что салатные листья. Естественно, хлеб здесь не так много пережарила. Я всего лишь до горбушечку. Уже почти поздний-поздний вечер. Потихоньку надо собираться ко сну, но мне нужно проверить свой список. Я какие-то дела держала у себя в голове. В принципе, в целом я так расслабилась, что, знаете, мне не было важно, что все выполнено или нет. У меня уже ощущение, что я реально за этот день разгребла кучу нерешенных проблем. Пую водичку, потому что об этом я сегодня точно позабывала. Беру свой списочек, проверяю, что я еще не сделала. Из всех пунктов у меня остались два, которые меня очень сильно раздражают. Это связано с ремонтом. Ремонт моего кабинета и гардеробной. Потому что в кабинете полная задница, пожелтели стены, стал отходить потолок натяжной. Если вы даже представить не можете, как сильно мне хочется снимать, но потому что у меня есть мой кабинет, где я нацелена, делаю для вас ролики, и он выглядит плохо, как сильно это демотивирует. И мы постоянно откладывали ремонт моего кабинета, потому что я работаю постоянно, там, за компьютером делаю, снимаю. Это прямо моя зона комфорта. И чтобы начать там ремонт, мне нужно оттуда просто куда-то съехать. И вот она я. Здесь отдыхаю. Ну, конечно, привожу свои мысли в порядок, потому что иногда нужно давать себе какое-то, знаете, время, подумать и просто как помедитировать. Значит, сейчас я просто попробую поработать и поискать все нужные комплектующие для кабинета и для гардеробной. Самое сложное оказалось найти лампу для рабочего стола в стиле 60-х. Мне хочется что-то между вот таким вот и вот таким вот. Но чтобы крепилось это все к стене. Все. Мне кажется, я заслужила отдых. Причем, знаете, у меня устало тело, но при этом очень сильно отдохнул мозг. Не знаю, говорила ли я это уже, вырезала ли я из своих влогов то, что уже записала и сказала. Но у меня есть такая мысль, когда я снимаю влоги, я реально отдыхаю и телом, и душой. И да, почему-то я себе запрещаю их снимать. Я вас очень сильно люблю, и вы себе даже представить не можете, какой вы мне счастливый сделали сейчас, потому что смотрите мой влог, потому что я его сделала с таким спокойствием, принятием всего и просто прокайфовала. Это был самый приятный день, ну, наверное, не знаю, за последние пару месяцев точно. Хотя, казалось бы, да, путешествия, вот это вот экшн-лайф, все дела. Вот, ребята, я вам говорю, от чистого сердца и души сегодня я по-настоящему кайфанула. Я готовилась с удовольствием. Я не знаю, я разбирала свои какие-то старые вещи. Так что спасибо вам огромное. Вы для меня огромнейшая мотивация. Еще раз, я вас очень сильно люблю. Оставайтесь такими же позитивными, креативными. И всего вам самого светлого. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин.